Это Ростов, это стадион Локомотив, это юношеская футбольная лига 3. Большой игровой день юношеской футбольной лиги начинается здесь, матчем Ростова и Рубина. Футболисты 2007 года рождения, новая федеральная. Звучал от Александра Хараськина. Считают, что нарушали правила против его голкипера и тому было трудно работать при подаче стандартов Ростовом. Тренер Рубина и арбитр очень так вежливо сказал, что обратит внимание обязательно на это. Обратят ли внимание игроки Казани на то, что второй раз уже так дают, а не бить из своих на половине поля соперника. Вот еще одна атака. Дмитрий Муравьев штрафной с белого фланга входит, катит мяч, передача, удар. Вступает в игру Самир Сайфудинов. Вот удар в створы, это было действительно опасно. Здесь вопросы к Марату Гумерову, судя по всему. Имеет набранных очков. Такая незавидная судьба у команды Александра Хараськина. Издали удар, мимо. Ну а вот Ростов свою первую победу в прошлом туре сумел одержать. Мяча возникли на входе в штрафную гора Гуляева и момент был упущен. Половина первого тайма позади, Ростов на подборе. Удар по воротам. Вступает в игру Самир Сайфудинов. Ну как он неудачно это делает? Это, конечно, ошибка вратаря. Вроде бы он уже справился с этим ударом. И тем не менее, мяч все-таки вылетает в сетку ворот Казанск. Назад в конце августа еще. Продолжает Ростов атаковать. Передача справа. Прострел в штрафную площадь. Продолжается атака ростовской команды. Еще раз Карташов бьет вдохновленный. Видимо, своим успехом уже с противоположного правого края атаки. Мяч мимо ворот. Был отрезок владения Казанцев, но безрезультатный. И вновь Ростов в атаке. Вновь это опасно. С фланга много угрожает сегодня. В частности, Егор Гуляев. От него много опасности идет. От 70-го номера ростовской команды раз за разом. Слева. Слева встреча. Как нужно себя вести в стенке футболистам. Ростова пошел на вес. Не прямой удар. На вес штрафной на подборе. Рубин. Это было неплохо. Это был удар в створ. Это был шанс для казанской команды сейчас. Можно его понять. И два футболиста Ростова сами не привезли себе гол. Ошибка в центре поля. Три игрока Рубина оказались штрафной ростовской команды. Главный момент Рубина в первом тайме. Еще один удар. В дальний угол летит мяч. Вот как включились-то казанцы в концовке. Агрессивней. 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 Да, ну уж куда агрессивней. Смотрите. Ну посмотрим, насколько эти перестановки помогут. В том числе и плотности в обороне. Казанского Рубина. Все-таки и тот, и другой футболисты. По амплуа защитники. Вот какой штрафной. Айдей Гайнулин. Да, сейчас. Он так громогласно подсказывает своим футболистам, что прекрасно его слышно. Навес. Но фол в атаке. Фол на вратаре. Сейчас будут как раз Кириллу Михееву оказывать помощь. Здесь столкновение. Оказывается, на газоне Шатохин. Вышедший на замену футболистов. Но сначала штрафной. Скопление футболистов и одной, и другой команды. Тем не менее, Кирилл Михеев сыграл. Еще раз. Вторым темпом. Добавляет. Рубин. И желтая карточка. И 11-метровый удар. Внимание. 1-1. Рубин сравнивает счет. В этой встрече второй гол с пенальти. Сейчас часто в матчах уже самого высокого уровня еще один игрок Рубина. Для того, чтобы мяч по стенке не прошел. Тем не менее, он мимо проходит. И стенки, но и ворот. Это неплохое штрафное исполнение Ростова. Но не точно. 1-1 нашей встречи. Владение мячом по-прежнему в пользу ростовской команды. Но счет уже другой. Удар в ближний угол. Летит мяч. Выцарапал этот мяч. Игрок ростовской команды. Опять же, это Вострадымов. Сыграл. Такой немножко нелогичный эпизод. Вроде бы всякий раз Ростов выигрывал борьбу. Тем не менее. Вот сейчас уже ответ. Ростовчан. 1-1 выход. Какой эпизод. Какой момент сейчас имел Ростов. Команда сыграет в рамках уже ЮФЛ-2 и ЮФЛ-1 здесь же на этом же стадионе. Попытка быстрой атаки Ростова. Штрафной мяч. Удар в дальний угол. Уже похоже, что не доставал голкипера Рубина. Но медит в своих местах. И Гаскан, и Усмана все у границ технической зоны. Последние секунды. На морально-волевых доигрывают футболисты и той, и другой команды сейчас. Внимание, удар. Дальний угол летит мяч. И все-таки не влетает он туда. Представляете, уже казалось. Гол. Все. Но от штанги отлетел мяч не за ленточку, а прямо в руки Самира Сайфуддинова. Вот он был шанс. Все. Дает финальный свисток Никита Сугак. По мячу в каждом из таймов забили команды. Ростов и Рубин продемонстрировали массу желания в этой встрече. Но этого для итоговой победы ни тем, ни другим не хватало. Поделили очки соперники в Ростове-на-Дону на стадионе Локомотив.